ВСУ признала утерю контроля над селом Благодатное и заявила об отводе сил дальше на запад, некий укрепрайон. Не совсем понятно о чем идет речь, так как оборона вдоль дороги от Бахмута к Северску, все населенные пункты и были тем самым укрепрайоном. Теперь, после утери Благодатного в этой обороне появилась брешь. Как вы можете видеть на карте, за Благодатным только чистые поля, серьезную фортификацию которых ВСУ не могло обеспечить сжатые сроки, не говоря уже об их бессмысленности. Трасса Славянск-Бахмут, которая является целью наступления здесь, находится крайне близко. Ее использование после утери Благодатного под серьезным сомнением. В случае дальнейшего продвижения войск РФ и вовсе становится невозможным. Причисленные факты, а также учитывая установление огневого контроля южнее на трассе Т-0504 Константиновка-Бахмут, позволяют нам с огромной долей вероятностью утверждать о скором выводе гарнизона города, следствия крайней рискованности продолжения обороны. При малейшей ошибке весь гарнизон может оказаться в оперативном окружении. По нашему мнению, линия обороны Бахмут-Солидар выполнила свою миссию и в течение многих месяцев перетянула на себя внимание практически всех боеспособных соединений РФ, что не позволяло проявлять особую активность на других участках фронта. Теперь же, понимая весь риск продолжения обороны, вне сомнений командование ВСУ сделает очевидный ход и отведет войска на новую линию обороны, о которой мы говорили в прогнозах от 23 января, ссылку на которые вы можете найти в описании к этому видео. Эта линия пройдет от Константиновки до Северска с фортификацией всех населенных пунктов западнее Бахмута. Также командование ВСУ заявило о переброске Кременной значительного резерва РФ и попытках наступления там. Армии РФ удалось отбить поселок Деброво, непосредственной близости от Кременной. Последующие дни покажут, насколько серьезно намечающаяся контратака РФ здесь. В Угледаре мало изменений за последние двое суток. В морской пехоте РФ удалось закрепиться в районе угледарских дач, однако дальнейшее продвижение затруднено. Все чаще российские военные отвечают нехватку снарядов, говоря об их дефиците по сравнению с первыми месяцами войны, когда РФ ежедневно щедро тратила десятки тысяч снарядов. Теперь, очевидно, запасы подходят к концу, а оборонная промышленность не в состоянии производить снаряды для поддержания такой же интенсивности артиллерийского огня по всему фронту, как к этому привыкли российские военные. Этот факт будет иметь важнейшее значение в дальнейшей войне. Будем внимательно следить за тем, удастся ли РФ преодолеть этот недостаток. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Для лучшего понимания ситуации на фронте перейдите по ссылкам в описании.